всем привет the brush 2020 продолжаем подготавливать персонажа к поездке на танки и так вот по прошлому ролику он готов давайте теперь его раскрасим и в принципе можно объединить и сделать кое-какую махинацию именно касающиеся ретопологии раскрашивать можно вот когда у нас саптулы и можно если объединить все саптулы в один именно мы судят в один в одного персонажа то можно по полигруппам вот это все дело красить выделять ту или иную полигруппу и раскрашивать давайте рассмотрим пока вот по частям будем красить что нужно сделать первым делом это н а хочу вот эту каску переместить вообще вниз следом н гранаты гранаты можно наверное удалить танки гранаты будут только мешаться да они в принципе только в бою так нужны для понтов так это тоже делит окей следом ремни вот они идут ремни ну я думаю так ну давайте их не знаю оставлять не оставлять давайте их тоже то удалим добавить их будет не проблема так это дилит окей все вот вот так он в танк залезет не ничего ему мешать не будет теперь n выбираем руки у меня чуть-чуть они тут торчат смотрим смотрим что да как выбираем кисточку мофф топологи драм сайс побольше и немножко их ну так сказать углубим чтобы не затрагивать опять же вот эти вот части которые нам понадобятся типа плечи драм сайт поменьше и вот так все это дело убираем так карман и есть вроде ничего не торчит вот что то тут есть так уже нет и сделаем вот такую штуку сначала сделаем сделаем геометри так close holes для всех вот именно так н панель для головы сделаем close holes если где-то щели какие-то есть но руки я не трогал в принципе только голова и нужно так что тут с каской будете все нормально вроде все нормально мы погнали красить так переключаемся на кисть стандарт сначала я хотел сделать полностью зеленым неинтересно давайте вот немного цвета закидаем текстуры подгружаем подгружаем новую есть очень много текстур именно цвета зубов также текстуры цвета кожи одежды многие текстуры вы их скачиваете и сохраняете так десктоп новая папка подгружаем и вот у меня тут текстуры вот такая текстурка у меня уже давно еще по прошлым роликам я о ней уже показывал прикольная такая выбираем ее ставим вот этот значок и сейчас она включится вот вы видите все оттенки кожи ну не все но большинство шифт з это все дело отключает находим находим давайте руки сначала и шифт з включим симметрию x пока отключить можно z включить глаз и подберем какой-нибудь эдакий цвет так ну давайте что-то ну вот из седьмой палитры так z отключаем стандарт переключаем накрасить z отключаем переключаем материал в белый цвет и смотрим что получится так z ну ничего так цвет вроде прикольный жмем c выбираем цвет и уже можно симметрии и поставить побольше дров сайс вот так все это дело закрасить не пропускаем никаких деталей чтоб потом не было казуса так ну а теперь голова n выбираем голову и красим ее вот такая штука так все из тела больше ничего кроме наверное м тела и вот этой части так н перескочила и вот эту часть тоже пока покрасим где воротник так мы выбираем саптул и shift левая кнопка мыши и чтоб красилась лучше нормально вот так таким вот образом ну зеленый цвет можно ниоткуда не скачивать в принципе тоже есть оттенки зеленого я просто выберу здесь теперь зеленый цвет где-то вот этот и мне нужен именно потемнее во то самое так вот это все мы закрашиваем в зеленый если вы где-то залезете на какой-то цвет не переживайте сейчас я покажу как все это дело исправлять если кто-то не глядел как красится миньон кстати на канале есть тоже ролик по миньонам так вот берцы я не знаю зеленым их красить или нет так ну давайте берцы тогда покрасим замаскируем вот так как нибудь побольше ctrl и и закрасить можно их какой-нибудь серый вот так вот чтобы выделялся нормально теперь вот по поводу так снимаем маску и по поводу если вы залезли вот c выбираем зеленый цвет и вы залезли на какой-то цвет который вам нужен нажимаете опять же клавишу c и все это дело перерабатывается тот цвет который вам нужен если где-то не докрасили ну опять же жмете на тот цвет который вам нужен и клавиша c вот так вот так смотрим что то как включаем shift левая кнопка мыши все именно саптулы ну теперь фляжка фляжка будет цвета металл да цвет металл вот он ну вот уже пойдет что еще тут под сумки тоже выбираем красим под сумки не пропускаем ни бока все нормально закрашиваем так ну ремень однозначно пусть будет зеленый ну теперь каска так вот под сумки есть сделаем давайте н сделаем краску зеленая будет вот такая все прикольно ну наверное все таки ремень нужно тоже серым сделать давайте его замаскируем смотрим смотрим чтобы он ровно замаскировался альт левая кнопка мыши передвигает если что то где то не так то ctrl alt и тут тоже ctrl alt ctrl теперь ctrl i выбираем фляжку жмем c и n выбираем нашего персонажа закрашиваем так теперь уменьшаем именно дров сайс ну и попробуем бляху подвести снимаем маску вот c открашиваем ну вот уже другой вид у персонажа теперь нужен значок это сержанта n значок сержанта почему то я его найти не могу потому что я его объединил именно сказкой так смотрим здесь у нас еще зубы зубы будут конечно белые ну и немножко конечно красного цвета добавить на так сохраняется уменьшаем теперь интенсивность зубы можно также маскировать ну или просто так используя x-симметрию немножко подкрасить вот таким вот образом так так выбираем теперь вторые зубы и делаем то же самое так сначала можно на иксимметрию опять же не забываем где-то посильнее проводим где-то поменьше ну нормально ну а теперь белый цвет обязателен так шифт левая кнопка мыши хотя десен будет не видно но это не суть важно так что у него тут сказкой давайте наверно каску немножко вперед вот попробую немножко уменьшить вот так будет наверное посимпатюшнее и немножко пониже как это выглядит смотрим так выравниваем ну в принципе нормально смотрим что нам тут полигруппу покажут вот выбираем щелчок полигруппы нужно ее закрасить опять же в цвет ну вот этих пляжек это c и просто проводим так здесь уже можно интенсивность прибавить поле f выключаем ну и немножко с зеленцой так оставить все таки рисовали раньше не четко теперь выбираем n выбираем угол c то что под каской не закрасилась все это дело восстанавливаем во выбираем теперь каску и ctrl shift и щелчок мыши ну теперь глаза раз уже это все раскрасили n выбираем глаза а глаза нужно уже подгрузить какую-нибудь текстурку возможно вот так как у нас персонаж вроде простенький ну давайте его раскрасим иначе так сначала выбираем белый цвет так все это дело закрашиваем так и симметрию включаем обязательно просто зрачки не получится по-разному если рисовать каждый так теперь выбираем цвет светло-зеленый так приближаем и вот это все красим красим в зеленый так смотрим что получается так это ctrl z пусть будет белый так и теперь зеленый делаем только зрачок вот так зрачок помещаем немножко черного по-любому так вот так вот таким вот образом и теперь немножко белого вот таким вот макаром в принципе персонаж готов ну вот что еще можно сделать чтобы вот эти вот мышцы заиграли там давайте посмотрим делаем руки включаем выбираем это пусть будет черный цвет делаем интенсивность поменьше до пятерочки так многовато до двойки и вот так все это дело здесь вот обрисовываем мышцы чтобы они были видны где-то вот кисточку здесь пальцы можно притянить на лице можно тоже мышцы подрисовать так теперь дров сайт чуть чуть побольше вот так вот впадины немножко прорисовываем где-то вот тут вот так вот вот уже нормально теперь выбираем н в голову и чуть-чуть ее где-то темным и вот здесь шею тоже можно притянить н выбрать тело и вот так с воротником тут все дело это подкрасить потемнее карманы обойти где-то вот здесь по канту пройти по складкам ну чтобы он выглядел мажорно так карманы вот подрисовать подмышками тут можно тоже затемнить так теперь чуть чуть побольше вот этот круг можно тоже оформить вы нижнюю эти части тоже так штаны теперь все-таки в танке будет мазута где-то идеально выглаженный боец не должен быть под сумки тоже чуть-чуть с внутренней стороны ремень по-любому с бляхой ну и фляжка с одного бока вот можно так чуть-чуть и колпачок вот так ну и тут такая штукенция получился вот персонаж и что нужно сделать этого персонажа мы теперь должны объединить я его сначала файл сохраню на всякий случай вдруг что-то пойдет не так так это переименовываем следите внимательно чтобы не дублировать не переписать тот файл который вам нужен потом не восстановите если у вас нету дубликата ну а теперь все это дело мы объединяем это merge merge down погнали ох ты и вот я упорол косяка но это сейчас не беда за это я вам говорил так таска геометрия дал хидан и вот это тоже тукенцию дал хидан и дал хидан ну впрочем сейчас open вот теперь приходится вот этот файл который до этого был сохранен так где он тут и и так теперь внимательно я поспешил объединяем все саптулы кроме каски делаем аккуратно мерч мерч так глаза тоже не будем я их потом объединю все что не нужно уводим на самый низ поднимаемся наверх и опять же мерч все остается каска глаза это нужно развертки делать 3 развертки так пока вот это все отключим такой вот у нас гражданин ну а теперь все по сетке он весит 458 вот этих мегабайт как все это дело можно обыграть да если здесь мы сейчас будем делать дай нам из давайте попробуем делаем дубликат обязательно делаем переключаемся на первый саптул второй вот это отключаем все краску и видимость геометри вся фишка в чем что вы видите что у нас разные саптулы если сейчас мы нажимаем ctrl w а становится один на одна полигруппа но когда закинем этого персонажа именно в блендер и будем присваивать ему кости это будет разные саптулы вот такая штука они будут расходиться нужно все это дело теперь слепить если кто знает как в блендер это дело происходит я лично не знаю как следует я знаю только объединять control j и разъединять как саптула назад так мы попробуем теперь вся фишка в чем сейчас покажу вам у нас персонаж маленький вот если сейчас сделать гайна мышь резолюцию вот если нас как положено делать на 128 смотрите что получится вот такая гадость control z и и чтобы если персонаж маленький то нужно аж вот до сюда прибавлять дай нам с и все равно он качество будет сейчас посмотрим какое вот один миллион это многовато control z ставим где-то тогда вот здесь 2000 это я ставлю 2000 пусть у меня персонаж маленький если его сейчас сделать больше то можно 128 и он будет нормальный так смотрим что он слепился так она мышь прошел вот теперь 461 тысяча дальше понижать смысла нет давайте его закинем теперь в блендер вот этого гражданина и и сделаем децимейт так делаем он стоит у нас включены делаем экспорт выбираем рабочий стол печатаем допустим цифры какие-нибудь все равно это удалять потом файл жмем сохранить запомнили 461 тысяча полигонов это немного но для анимации это дофига и если сейчас делать развертку это тоже может занять три часа даже смотря у кого какой комп какая мощность для моего это будет очень долгий процесс и так вот теперь блендер ну а чем модификатор децимейт не дай на мэш да ну к примеру ну идея вот такая постигла меня как бы ретопологию не делать вручную так давайте импортируем общ обманка конечно ну посмотрим как она работает экспериментируем давайте а вдруг а что-то путь не выйдет делаю первый раз кстати сегодня думал думал а вот так вот можно сделать то почему бы нет тут можно делать все что хочешь так файл весит 458 по моему тысяч полигонов у него сейчас будет немножко долговато и посмотрим что произойдет вот такой эксперимент итак вот персонаж подгрузился уменьшать его не будем вот как есть так пусть и будет единица на нампаде и поднимать его тоже не будем вот в таком духе пусть и остается вы видите что он сейчас не по симметрии стоит даже выравнивать его по моему не надо ну экспериментируем так выбираем его выбираем модификатор децимейт это наподобие в the brush тоже есть такая штука и вот надо вот это все дело уменьшить но опять же это сейчас будет немножко долговато на моем ноуте итак вот многовато я это все дело опустил давайте тут напишем тогда это не беда уберем и допишем 0 1000 и нажмем enter посмотрим сколько это сейчас выйдет и как он будет выглядеть итак вот вот радио 1000 смотрим на сетку ну прям сетка еще хватноватая можно ее еще меньше сделать значит выбираем давайте напишем делить и 0 0 700 ну опять же ждем теперь нажимаем apply применить применяем вот эту сетку к этому персонажу ну а теперь экспортируем экспорт и общ формат называем как-нибудь или сохраняем его родном названии сейчас посмотрим сколько он будет весить в the brush так и вот теперь на первое место вот на этого персонажа импортируем вот этого после как вам сказать ну после блендера так вот теперь подгружаем жмем квад триангуляция и т т т т и короче вот ставим белый цвет вы видите что он теперь бесцветный он не раскрашенный ну здесь нам поможет вот этот второй персонаж который уже раскрашенный и нажимаем именно project project all и накладываем на него цвет отключаем второго персонажа и вы видите что здесь у нас 32 тысячи стало за место 458 там по-моему да так ну и посмотрим что у нас тут сеткой ну нормальная сетка треугольниками как после скульптис альфа 6 все нормально все хорошо ну вот 32 тысячи это уже можно делать развертку давайте давайте теперь делать ее уменьшаем его ненужное скрываем отключаем пока и заходим в плагины и находим вот этот UV master мотаем левой кнопкой мыши в смысле не крутим а перетягиваем и нажимаем work on clone вот так вот опять же развертку без разницы какая у вас получится ее можно переделать в the brush сделать другую также в 3d quad будет другая развертка ее можно там переделать можно там уже по изменять выбрать как-то самому порезать ее ну а здесь сделаем вот таким вот образом enable control painting вот это включим сначала включим unwrap и нужно все это дело прогнать все это занимает тоже время но 32 тысячи полигонов это нормально не так долго будет вот если уже за сотку чуть-чуть долговасто а под 400 тысяч полигонов это сидеть долго можно часа три-четыре я первую вот эту развертку так и делал вот кто смотрел ролики именно по судью дреду вот это вот как сделать развертку там я долго сидел очень но я не знал что такое именно полигоны сколько их должно быть думал что все нормально словом ждем долой болтавню можно развертку именно нарисовать где бы вы хотели чтобы разрезы происходили это вот в роликах на канале это есть не буду показывать и давайте им включим теперь копировать копируем и теперь нажмем вставить вот нажимаем на этого персонажа и нажмем past uv as смотрим что произошло находим uv map morph uv включаем вот такая развертка получилась левая кнопка мыши вот такая штукенция закрываем ее теперь сворачиваем нашего персонажа и нужно все это дело теперь сохранить текстура map и вот эту текстурку надо new from polypaint чтобы при сохранении при экспорте вот эта модель сохранилась сразу с этой текстурой это вот сохраняем сразу жмем экспорт находим папку или на рабочий стол и я напишу army man new 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 все сохраняем в общ формате опять же можно fbx сохранять ctl ну давайте пока так ну и то же самое делаем сказкой с глазами вот с этими это я уже показывать не буду сейчас сделаю и закинем этот персонаж уже в блендер принцип понятен я думаю отключаете включаете вот эту вот каску смотрим что у нее тут с полигруппами так делаем ей дайна мэш ее по-любому нужно слепить ctrl w геометри и делаем ей дайна мэш ctrl z подбираем нужную вот эту вот штукенцию а потом уже ее закинем в блендер там можно и понизить будет вот этот полигонаж так ну смотрим дайна мэш чтобы тоже много полигонов не было ну каска была каской вот такая штука ну и опять же заходим в плагины находим вот это uv master word on clone нажимаем ну и ждем итак все сделано вот такая вот развертка получилась у глаз вот такая все простенькое теперь посмотрим развертку шлема этот отключим на шлем переключимся и смотрим uv map uv map more uv вот такая развертка у шлема да конечно некрасивая возможно но все таки развертка ее можно делать по-разному ролики есть на канале посмотрите переделайте я просто по-быстрому так ну и все смотрим что да как отключаем теперь морф uv находим саптулы допустим глаз находим uv map находим морф uv зырики появились ну а теперь включим видимость персонажа выравниваем все вот так удаляем shift левая кнопка мыши выравниваем alt левая кнопка мыши отводим ну вот такой вот крутой персонаж получился посмотрим как теперь можно сделать с ним анимацию смысл опять же повторюсь в чем чтобы он снимал шлем опять же чтобы как рот мал-мал там что-то открывался ну мимика какая-то простая была ну а уже тело это будет движение создавать костями ну и давайте соберем сначала вот этого персонажа в блендер уже подготовим чтобы он там был и так вот опять блендер и теперь подкидываем сюда все вот эти наши саптулы так это файл импорт опш десктоп выбираем я уже в папку все это даже закинул армимент армимент джинту курсор вот теперь привязался в принципе наверное давайте все это назад вернем вот так вот и теперь закинем каску импорт опш опш шлем так есть и теперь файл импорт глаза опш глаза их вот они вот таким вот образом так теперь через шифт выбираем все саптулы можно я так буду называть все это дело по азебрас как они тут называются в блендере я не знаю забыл или не знал так ну а теперь сент оризм 3d курсор все все это дело привязали к курсору ну и посмотрим как это все выглядит с разверткой вот такой красавчик о раскрашенный единицы на нампаде подгоняем шифт левая кнопка мыши вот такой персонаж вот конечно здесь другие цветовые вот эти вот оттенки ну в принципе неплохо так выглядит теперь можно его фланг посадить именно полностью ноги убрать фланг ну или в забраж можно еще это дело обрезать низ а ну давайте попробуем здесь как обрежется если мы сейчас включим edit mode так единица на лампаде ставим рентген снимаем выделение и допустим нам надо вот так вот персонажа вот где-то по поясу брать жмем delete delete фейсы и теперь заходим в object mode ставим видимость нормальную вот такой нормальный персонаж даже можно в мозг к нему зайти вот это штукенция вот так его можно теперь анимировать и засунуть именно танк все всем пока до свидания в следующих роликах как я сказал будет танк потом еще там анимация ну еще что-нибудь а потом уже в город на танках поедем будем там шиздец ну может зомбаков мочить все всем пока